Вот, в общем, немножко повторюсь, что на прошлом занятии я рассказывала немного о предстоящих годах и о том сценарии, который сейчас выстраивается у нас. И выстраивается он из-за того, что коллективное сознание и мысли людей направлены в одну сторону, и пока это не сторона исцеления, то есть это больше сторона разрушения на данный момент. Но я вижу, что есть два сценария развития предстоящих событий, и у нас есть выбор. Поэтому самое важное и главное, что мы сейчас можем сделать, это чувствовать Божественное в себе и объединяться. Поэтому у нас сейчас будет практика объединения. Мы можем всегда начать с себя, и не стоит недооценивать вклад каждой души. Если мы сами будем ощущать Божественное в себе и делиться этим ощущением со всеми, то это определенно будет играть колоссальную роль. Поэтому, вот как в этой проповеди Саи Баба говорит о том, что Бог внутри нас, и нет в этом ничего неправильного. То есть необходимо сконцентрироваться на Боге, на нашем единственном Гуру, и принимать себя как Божественное, и наполнять свое сердце Богом, и делиться этим. То есть объединяться в этом действии, не только мы сами по себе, потому что между нами нет никаких разделений. И чем больше мы чувствуем Бога в себе, тем больше сокращается это расстояние между нами. То есть вообще откуда создается это расстояние? Оно создается как раз какими-то неправильными мыслями, действиями, направленными не в ту сторону. А когда мы наполняем сердце Богом, то это расстояние, оно автоматически пропадает между нами. То есть мы все становимся едиными. Поэтому даже как бы там кого ни запирали где угодно, это никак не мешает нам объединяться. Абсолютно это не является преградой. Потому что мы можем, каждый сидя дома, мудриться объединиться со всем миром и с каждой душой. Потому что нет между нами никаких расстояний. И сейчас мы как раз будем делать эту практику. То есть мы будем осознавать, что Бог в нас. Он вокруг нас, Он внутри нас, Он везде. И мы концентрируемся именно на Боге. И объединяемся в этом действии со всеми людьми. И с каждой душой, у которой есть такой же порыв быть Богом, осознавать себя как божественное. И это объединение со всеми душами даст нам такую коллективную медитацию. Медитацию объединения. Сейчас мы просто осознаем божественное в себе. Вокруг себя. Нет между этим никакого разделения на внутреннее и внешнее. Есть просто, есть Бог. И все мы в этом едины. Мы объединяемся сейчас со всеми душами, которые также устремлены видеть Бога в себе везде. Мы объединяемся в этой чистоте. В Боге нет ничего нечистого. И между всеми душами нет никакого расстояния. И цель нашей практики – это концентрация на Боге. То есть тотально быть с Богом и объединяться. Объединяться в этом со всеми людьми. И когда мы опознаем Бога в себе, вокруг себя везде, то и сама эта идея объединения, она тоже растворяется. Потому что уже некому объединяться, потому что мы все едины. Мы одну. И все души, соединенные в этом намерении, они одно. Нет никакого разделения. Чем больше мы в это погружаемся, тем больше вот эта идея объединения также растворяется. Все, что сейчас нам нужно делать – это быть с Богом тотально. Бог есть в нашем теле, в нашей душе, в наших мыслях, в наших чувствах, в виде. Только Бог присутствует во всех людях, на всей нашей земле. Мы не стараемся рассмотреть Бога, как какой-то отдельный объект, который мы ищем своим вниманием. Каждый человек знает Бога. На этом внутреннем знании мы концентрируемся. Все, что мы есть. Сейчас должно быть с Богом. И мы из этого внутреннего познания ощущаем все души. которые живут на земле. Не как какой-то отдельный объект, а как единое проявление Бога. Бог в каждой душе, здесь, на земле. И мы все как одно. Мы все объединены Богом. Мы как один, единый, бесконечный организм, где само понятие организма даже пропадает. И мы все как-то делаем. И мы все как-то делаем. Продолжение следует... 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 А что мы преподносим? Мы преподносим себя тотально. То есть мы осдаёмся Богу. То есть мы есть сами, как вот это вот подношение. Наше тело для Бога. Наша жизнь для Бога. То есть мы должны тотально отдаться этому божественному присутствию в нас. И каждая душа знает это. Знает Бога. Поэтому когда мы концентрируемся на Боге без фактически самой концентрации, мы просто позволяем этому знанию раскрываться у нас. И нет ни одной души, которая не могла бы не знать это. Мы все это абсолютно каждый знаем. И когда мы вот так тотально отдаёмся божественному присутствию в нас, и из этого состояния мы смотрим на всех, на весь мир, на все души, то это расстояние исчезает между нами. То есть мы все соединены, но это не является связью, как некая нить, да, например, от одной души к другой. Потому что это тоже тотально присутствуют Боги. То есть нет расстояния между нами. Мы как одна единая душа становимся. Поэтому когда мы сливаемся в это единое состояние, сама идея объединения тоже пропадает, потому что мы все и так едины. То есть нет того, кто объединяется. Он тоже исчезает. Мы становимся одни, как единый организм. И, например, что может нам ещё помочь, когда мы в обычной бытовой жизни забываем про это божественное, погружаемся в какие-нибудь переживания, мы просто можем вспомнить и смотреть на людей не как на личности с какими-то там проблемами, ситуациями, да, а смотреть как на божественное проявление. То есть увидеть Бога в других людях. И даже когда мы будем смотреть вот этот вот включим этот поиск Бога в других, он также включится и в нас. То есть он как бы начнёт как отражаться, да, когда мы видим в других божественное и в нас это божественное, оно тоже разжигается. Это будет помогать выцеплять как бы себя из ума и как раз видеть вот это единство. В общем, то, что мы можем сделать, мы можем просто тотально присутствовать с Богом. Стараться видеть это божественное везде во всём, что происходит. То есть не стоит это как-то оценивать умом или пытаться разбирать на какие-то понятия, просто можно смотреть на всё живое и видеть в этом Бога. Смотреть на себя и видеть в этом Бога. И создавать вот это некое подношение, преподносить себя божественно, то есть отдаваться полностью. Вот. Поэтому то, что мы сейчас можем сделать со своей стороны, это такое объединение, которое и так существует, но мы просто бываем погружены в переживания ума, и нас это выцепляет из того, что мы на самом деле есть. И когда мы концентрируемся на божественном, то нас это обратно спускает. Вот, кстати, фраза по поводу спуститься с небес на землю у нас есть такая, да, хорошая фраза. Почему она такая? Как мы можем спуститься с небес на землю? Это как раз выйти из иллюзии, то есть тут как бы такая метафора, да, из иллюзии, из ума сверху, спуститься на землю вниз, в сердце, то есть из головы спуститься в сердце, фактически. то есть спуститься с небес на землю. Можно по-разному эту фразу трактовать, но я вижу это так как раз. То есть выйти из некого состояния иллюзии в самость, то, что мы есть на самом деле. То есть в ясность выйти из какого-то облачного тумана выйти в ясность. Вот. Поэтому очень хорошее время для того, чтобы объединяться. И это объединение, оно может быть не обязательно как практика медитации, в которую мы садимся и погружаемся в какое-то определённое состояние. Это объединение, оно должно быть тотально везде проявлено во всей нашей жизни. Оно может проявляться даже в каких-то мелочах. Вот, например, вчера случай был у меня. Простая мелочь, но в этом тоже есть объединение. Бабулька в Сбербанке была, и там бабуля попросила двери подержать, которая еле на ногах стояла. И в итоге вот она рассказала, что она только первый день после операции, и казалось бы, такое простое действие, да, просто там помочь человеку выйти, там, спуститься по лесенке. нет ничего сложного в этом, да, но в этом есть объединение. И вот таких вот мелочей, которые в жизни у нас проявляются, их абсолютно множество. То есть мир нам сам будет вести туда, где нам надо объединяться, где мы можем найти вот этот коннект от души к душе. Это может быть совершенно через абсолютно разная история. Но когда мы уже намерены к этому объединению, поворачиваемся лицом к этому объединению, то мир сам нас начнет объединять уже через какие-то мирские житейские дела простые. Что-то еще я хотела сказать на эту тему. А, ну, я уже говорила, по-моему, про то, что было послание Гуань-Инь еще пару лет назад, как раз про это объединение. И это послание, вот, как и сейчас, повторяется, что нужно объединяться. И объединяться нужно не в каких-то эгоистичных целях, как раз, а в Боге. То есть в этой концентрации на Боге, когда мы приходим в свое естество, и вот этим естеством мы объединяемся, мы становимся едиными. И то есть преподнести себя Богу, то есть тотально открыться абсолюту, открыться этой любви. То есть Бог есть любовь, а любовь, она все исцеляет. Нет того, что любовь не могла бы исцелить. И поэтому, когда мы объединяемся в этой любви от души к душе, то эта любовь творит. Как создатель Брахма, творец, творит. Вишну, защитник, хранитель, защищает это пространство. Шива, разрушитель, разрушает старое что-то, что уже должно трансформироваться. То есть это творится, эта реальность начинает твориться. То есть любовь, она начинает сама строить эту чистоту Божественную. Да, этот абсолют начинает проявляться больше. То есть здесь нет такого, что из серии нам надо пойти и какое-то действие совершить, и тогда мы спасем весь мир. Нет, это просто тотальное такое творение. То есть пространство оно само разворачивается. То есть эта любовь, она постоянно живая, она постоянно разворачивается. От этого сотворяется наш мир. И мы видим результат этого творения. То есть то, как мы это ощущаем, мы то и видим вокруг себя. Поэтому чем больше мы в себе видим Бога, тем больше это Божественное проявляется и сотворяет опять же этот мир, который мы же и будем созерцать. Поэтому не стоит недооценивать вклад каждого из нас. То есть мы должны всегда начать с себя. То есть мы сами должны устремиться к этому и идти к этому. Я могу рассказывать на своем языке про это, а у каждого может быть свое внутреннее какая-то трактовка, как это лучше воспринять. Не важно через что это будет воспринято. Каждый найдет какое-то видение свое. но это знание внутри каждого из нас оно абсолютно есть. И нам ничего не надо выкладывать какой-то путь, чтобы к этому прийти, потому что мы уже в этом. Нет самого пути к этому. Когда мы просто это даже не имеет никакого описания. Как бы я ни пыталась это описать, есть просто прямое знание у каждого абсолютно. И нет такого, что это знание закрыто от кого-то или его надо достичь. Это абсолютно в каждом есть. Бог есть в каждом. И если мы просто направляем свое внимание к этому, выдергиваем себя из каких-то других дел, а даже одну минутку хотя бы посвятить этому. Даже одно мгновение может решить все. Как та история с каплей божественной любви меняет все пространство. Так и тут. То есть концентрация даже одно мгновение концентрируясь на Боге может поменять всю жизнь. Может открыть душу к этому объединению, к единству. Поэтому не надо думать о том, что есть то, чего надо достигать годами. Или надо убрать саму идею пути, потому что мы тотально происходим в настоящем, и это настоящее творится, и это в каждом мгновении существует. То есть не в рамках линейного времени, когда есть путь от точки А в точку Б, который мы достигаем, а есть это мгновение, в котором оно творится, Бог присутствует в нем здесь, и внутри нас, и вокруг нас, везде, и в каждом из нас. И Бог творится сейчас в нас, Бог творится во всех, кто с нами, кто слушает, допустим, сейчас. в каждом, кто присутствует в таком намерении быть Богом, и все мы этим объединяемся, поэтому нет между нами никакого расстояния, есть то, что происходит, то, что сотворяется. На этом, наверное, я и закончу сегодня. то есть минимум того, что мы можем сделать, это тело эмоций пересмотреть. То есть отдай опять же все эмоции, все эмоциональное тело, сдайся, преподнеси Богу. То есть любовь, она сразу начнет исцелять. Вот можно представить, что каждая мысль, каждое чувство, которое ты испытывала и испытываешь и будешь испытывать потом. Каждая мысль, которую мы на протяжении всей жизни думаем, а у нас миллиарды этих мыслей пролетают в одну секунду, можем десятикратно что-то одновременно думать. вот это все должно быть также наполнено Богом. То есть как будто бы Бог начинает присутствовать в каждой из этих мыслей, в каждом из этом пережитом чувстве и в прошлом, и в будущем, и в настоящем, то есть без времени, во всех временах. потому что это уже сотворено, да, и Бог там, Бог есть везде, да, и пусть Он там тоже будет. То есть мы не убрать вот это отделение, что тут есть, тут нету, да, а чтобы было везде. То есть мы как бы должны, мы должны открыться, то есть мы открыть должны свои чувства Богу, вот это преподнести, подношение сделать. Когда мы так открываемся, то там процесс сам происходит, так как ему нужно происходить. То есть любовь, она сама будет раскрывать это, исцелять. Это может быть сложно сделать в моменте, когда мы там на стрессе например каком-то находимся или еще что-то там в какой-то критичной ситуации допустим. Мы просто погружаемся в это переживание. И чтобы нам обратно выгрузиться в это естественное состояние, надо просто вспомнить, что Бог здесь, но никуда не уходит, да, Он в нас. И когда мы вспоминаем, то тоже можно вот сразу подношение сделать себя преподнести. То есть мы просто отмещаемся вниманием туда, в какую-то проблему. И она нас как будто поглощает. Соответственно, нам надо из нее выгрузиться. Что еще помогает выгрузиться? Это дыхание. Задержка дыхания. Например, сделать задержку. То есть делать задержку и сконцентрироваться на Боге. Когда мы дыхание прерываем, мы меняем механизм процесса. Это может помочь нам выдернуться обратно. вот. Ну, а дальше ситуация они сами покажут. Что и как. Если воспринимать весь этот процесс как процесс исцеления, а не что-то такое тяжелое, что нас накрыло, то это может тоже поменять ситуацию. может быть Продолжение следует...